Купили права. Че молчите-то? Он говорит, слова подбираю. Цензурные. Вот подобрал фразу великого академика Павлова. Мозги не видны, но их отсутствие заметно. Я говорю, правильно говоря. У нас две проблемы. Дураки и дороги. Он говорит, ну дураками-то у нас все больше прикидывается. Вон, Иванушка, как жениться, так царевич, как в армии, так дурачок. Так же, слушайте, у меня от ваших шуточек же глаза режут. Прощайте. И поехала на зеленый. На втором светофоре мы опять рядом. Он говорит уже другим тоном. Девушка, давайте не будем ссориться. Тем более, что сегодня большой всенародный праздник. Пятница. А у нас с вами двойной праздник. Потому что пока вы меня грубили, я, кажется, успела в вас влюбиться. И готова скоропостижно предложить вам руку и сердце. Я говорю, руку и сердце. Зачем мне этот ваш суповой набор? Я уехала на зеленый. На третьем светофоре мы опять рядом. Он подъезжает и говорит, скажите честно, вы меня ждали? Я говорю, еще чего? Как говорила Белоснежка, держите меня семеро. Он говорит, набрасно. Потому что я не женат и абсолютно свободен. Я говорю, абсолютно свободен бывает только тот, кто нафиг никому не нужен. Он посмотрел на меня внимательно. Говорит, подождите, ну вы, по-моему, тоже свободны. Я говорю, да, свободна. Потому что принца еще не нашла. А за кого попало мне выходить еще рано. Потом посмотрел на него внимательно. Говорит, а вы действительно свободны? Или женаты, но не очень? Он говорит, послушайте, вас не поймешь. Вы же только что категорически мне отказали. Я говорю, да. Я вам отказала категорически, но не наотрез. Он говорит, и правильно. Потому что я сейчас в самом лучшем возрасте. Дурь прошла, а маразм еще не наступил. Я расхохоталась, говорю, зеленый. Как говорила Анна Каренина, до скорого. И поехала, сама смотрю в зеркало. Он едет за мной. Я направо, он направо. Я налево, он налево. Я заехала во двор, он за мной. Вышел, говорит, девушка, девушка, ну куда вы уходите? Я из-за вас к вам повернула, в какой-то двор. О, кстати, здесь ресторанчик есть. Может быть, зайдем, выпьем по чашечке кофе. Мы же с вами столько знакомы. Столько пережили светофоров. Я бы заодно за вами приударил. А, давайте, приударьте. Зашли, сели. Он говорит, как вас зовут? Я говорю, Генериэто. Он говорит, красивое имя. Я говорю, вы еще не слышали номер моего телефона. Между прочим, из-за того, что я каждое утро выхожу в одном купальнике на свой балкон делать зарядку, в доме напротив подорожали квартиры. Он говорит, прекрасно. Что будем пить? Я говорю, то же, что и вы. Он говорит, барна. Два бокала шампанского. Я говорю, мне тоже два. Он мною прямо залюбовался. Говорит, ай, вы такая интересная и задорная. К тому же, по-моему, и умная, кстати. Говорит, я тоже умею, он не погадал. Не погадал. Я еще в детстве, когда фильм про Маугли смотрел, все время удивлялся, где этот Маугли в джунглях нашел трусы. Я говорю, о, да вы сегодня в ударе. А во что-то ударились? Он говорит, понимаете, над женщиной надо видеться шмелем. И с каждым кругом все шмелее и шмелее. Кстати, говорит, какой камень вас оберегает? Я говорю, какой схватило, тот и оберегает. Я говорю, а вы знаете, почему Бог сначала создал мужчину, а потом женщину? Он говорит, нет, не знаю. Я говорю, потому что вначале делается набросок, а уже потом шедевр. Мы с вами, женщина, должна быть как мед, с одной стороны мягкая и сладкая, с другой в лип, так в лип. Я говорю, по-моему, вы часто влюбляетесь и не знаете, что это такое настоящая любовь. Вот раньше, говорю, мужчин был в девиз. Пришел, увидел, победил. Сейчас он звучит так. Попытался, испугался, убежал. Он говорит, сочувствуем. Вы, наверное, в разводе. Я говорю, да, в разводе. Мой бывший муж был груб со мной. Я ему говорю, дорогой, поругай меня, я сегодня после шести поела. А он говорит, сгорится стыда, чудовище жирное. При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное. Я говорю, ой, с мужиками, как с котами. Мечтаешь о британце или сфинксе, а идешь по улице, и оп. И вот уже тащишь домой тощенького блохастика. У меня подружка Танька, 15 лет замужем, живет все время в стрессе. Ей недавно муж звонит, говорит, дорогая, я сегодня домой ночевать не приду, мы тут у Васи в проферан сыграем. Она поворачивается и говорит, Вася, слышь, они у тебя в проферан сыграют. Он говорит, да вы готовить-то умеете? Я говорю, конечно. Конечно, я очень вкусно режу колбасу. Я ж красавица. Недавно посмотрела на тебя в зеркало и говорю, в зеркальце скажи, кто на свете всех милее, всех румянее и белее? Так представляете, эта сволочь три дня перечисляла. Ой, мне, говорю, бывает так обидно, что вокруг меня столько мужчин, а мелодию, о боже, какой мужчина, поставить не для кого. Я говорю, как это не для кого? А я что, на орла не похож? Еще так иногда бывает, стихи сочиняю, вот. Год не просыпаясь, дрыхнет богатырь. Мне б такой могучий мочевой пузырь. Я испугалась, говорю, вы что, употребляете алкоголь? Он говорит, нет, пить не люблю. Но, говорит, уважаю, ведь люди старались, делали. Вы знаете, недавно хотели учредить праздник, день трезвости, но народ сбунтовался, а как отмечать будем? Ну, говорит, что же вы не пьете? Ну, давайте выпьем, выпьете и перестанете стесняться. Я говорю, да если я сейчас выпью, стесняться будете вы. А потом посмотрела на него, а у кого вы одеваетесь? Он говорит, да у кого проснусь, того одеваетесь. Шутка. Я говорю, шутка, а если серьезно? Как вы себе представляете счастье? Он задумался. А потом, говорит, знаете, счастье — это талант. Ценить то, что у тебя есть, и не страдать из-за того, чего у тебя нет. Ой, ответ мне так понравился. Я сразу перешла на это и говорю, скажи, ты у меня сразу врубился, с первого взгляда? Он говорит, нет, со второго. С первого ты меня немножко забывала. Ну, зато с первого светофора. Я разокровенничалась. Говорю, ты знаешь, мне так замуж хочется, а то так краситься надоело. Недавно в поликлинику пришла бюллетень получить ненакрашенную, так меня чуть на скорую в больницу не увезли. Я говорю, а сегодня никак не могла в одиночестве уснуть. Начала считать баранов. Один, два, три, четыре, пять. Потом познакомилась с пастухом. Говорю, мне кажется, знаешь, у женщины должна быть личная жизнь. Вот был такой случай. Встретились три школьных подруги. Решили обмыть бутылочку, распить. Ну, где? У одной дома муж, у другой свекровь, у третьей дети. Решили очень оригинально распить бутылочку на ближайшем кладбище. Ну, а что, там и лавочка есть, и сели, посидели, послуминали, похохотали, взяли с могилок по букетику цветов, пошли домой. Наутро встречаются их мужья. Один говорит, мужики, моя, кажется, любовник себя завела. Вчера пришла пьяная с букетом роз. Второй говорит, слушай, и моя вчера пришла пьяная с букетом ромашек. Третий говорит, вам-то хорошо. Ваши жены хоть по одному любовник себе завели. А моя вчера пришла в лоскуты, в руках корзина с ленточкой. От братвы. Я ему говорю, слушай, а вот если случится так, что мы будем с тобой жить вместе, как ты себе представляешь нашу жизнь через 10 лет? Он говорит, ха, через 10 лет я буду еще в самом соку, а ты будешь моя любимая соковыжималка. Вышли с ним из ресторана, и тут у него глаза на лоб полезны. Он говорит, о, смотри, в этом доме ЗАГС находится. Вон табличка висит, представляешь, ЗАГС прямо в этом доме. Представляешь, куда ты нечаянно заехала. Ну надо же, говорит, как все совпало. Я смотрю на него и думаю, ага, совпало. Будто я не знала, куда ехала. Ведь я же всегда мечтала, чтобы, о, боже, какой мужчина и ах, какая женщина, встретились в шумном зале ресторана, среди веселья и обмана. Потому что любовь, может, и уходит по-английски, а вот надежда любит засиживаться допоздна.